да ребята хотел сказать доброе утро но это нихрена не доброе утро мы вчера конечно посидели часов 5 мы сидели в этом перосмане в итоге сидели так что в четыре дня мы вот там приземлились и примерно в это же время лёша выехал из сурами к нам чтобы вы понимали он когда приехал он приехал к нам туда мы были все еще там в общем где-то с трех с четырех дня сидели до наверно десяти вечера там это просто капец как долго а потом пошли к нам и в общем болтали болтали общались гудели веселились и так до полночи если честно а сегодня нам надо ехать в турцию хотим там по магазинам прошвырнуться купить несколько вещичек и еще кое-что и легче надо сделать виза ран он целый год никуда не выезжал поэтому раннее утро даша нас разбудила радуется смеется и весело прям вот самозабвенно вот она шутит над тем как как мы не выспались алексей вообще на ходу засыпает он посмотрите говорит я как будто в школу иду с утра топченках в своих вот это утро просто кошмар так рано вообще не вставали давным-давно 7 утра в 7 утра нас даша подняла а в 730 все благодарю тебя добрая женщина мы доехали до сарпи утра народу мало машин мало доехали без пробок паркую машину как всегда вдоль дороги тут подбегает опять эти ну я назову так мошенники давай так назовем короче просят деньги за парковку вдоль дороги я вот вообще не поддерживаю такой бизнес и старайся вообще никогда не нет не поощряйте ну конечно тут кричал я вызову эвакуатор я буду вызывай тут нет знака что нельзя парковаться мне показал какую-то табличку что но я перевел там написано заплатите 2 лари за безопасность вашего автомобиля ну это так такое себе при том что там написано 2 а машина подъехала какая-то он говорит 3 я не там два написано это старая вот но в итоге он кричал кричал я бы вызываю эвакуатор вы тогда я побью твою машину я вот как бы тут уже становится все понятно кто за что работает не стали мы ничего платить вот все мы на границе сегодня вроде бы не так много народу надеюсь что быстро пройдем и вперед нам нужно купить 5 вещей поэтому сперва мы наверное съездим в кем аль паша если там не найдем поедем дальше в городок побольше в хопа а если там не найдем то поедем еще подальше в город ризе надеюсь мы найдем все и сразу просто капец просто капец ребята лёху не выпустили из грузии у него новый паспорт старый закончился и он новый получал уже в грузии ему по-другому написали имени алексей а ну короче не к с а x там поставили или наоборот как то так но в общем ему чтобы выехать надо было два паспорта имеет новые действующие старый по которому он въезжал в страну вот он показал оба паспорта ему сказали это разные имена вы мы не можем вас выпустить вы въезжали по другому имени и меняйте паспорт охренеть а чтобы поменять паспорт ему надо обратиться в консульство которое здесь самом деле консульство швейцарии по моему и там есть уполномоченные которые то в общем там через трех знакомых в общем ну как то так там работать сложно в общем через это консульство в россии заказываются за гран-паспорта вот и я не знаю вообще поменяет ему будет ли это основанием для того чтобы поменять и сколько это времени займет но еще как бы проблема в том что у него первых на его имя уже открыта банковская карта вот на ну на новое имя так скажем по новому паспорту открыта банковская карта это плата это первое и ладно у него заканчивается срок возможного пребывания в стране то есть надо раз в год выезжать отсюда и тогда ты не нарушишь режим пребывания в стране а у чего заканчивается я не знаю потом какие-то проблемы могут быть из-за этого короче какой-то попадос я ему сказал чтобы он попробовал в другое окно подойти и с нуля пройти ну мало ли пропустят просто в другом окне вот сейчас ждем его этого это прям вообще с очень-очень-очень плохая ситуация вот ночью ждем он в любом случае позвонит при любом раскладе до лёха заставил ты конечно переживать опять тебя да ребят не пустили лёху не пустили он попробовал в другое окно подойти мы сказали только через верхний ларс как не хотел легка возвращаться но видимо их надо будет заехать ему надо просто что выпустили уже по новому паспорту потом заехать такая история жалко на маршруточке за 2 лари мы доехали до кемаль паша и пошли не в торговый центр там истанбул базарком называется а прям вот сам кемаль паша на рыночек вот вышли тут же прям вообще все есть так что ходим выбираем закупаемся доехали до города называется хопа ищем аптеку нам надо там одно лекарство которое почему-то в грузии нету но проблема в том что сегодня в субботу закрыты все аптеки и есть только какая-то дежурная аптека 1 чуть ли не одна в каждом городе в общем вот ищем в турции как всегда хорошо много уличной еды много мужчин играют в нарды в целом мне прям нравится здесь как-то очень колоритно вообще ну мы ходили искали гуляли и решили что пора перекусить а тем более я обожаю просто обожаю как в турции готовят мясо вот заказал себе во первых суп ну просто чечевичный суп а на сладкое так скажем шашлычок из баранины с рисом и овощами ну вот еще дальше чай с пахлавой там успела чуть-чуть поесть попить и по итогу получилось 245 лир вот в принципе наверное нормально не знаю было вкусно по крайней мере было вкусно вот ну а нам надо искать вещи и ехать назад нас лёха ждет на границе бедняга так интересно получилось мы стояли ждали маршрутку и познакомились с женщиной она туда же ехала в фопу познакомились и оказалось то что это наша будущая соседка очень ее квартира она купила квартиру ровно под нашей и мы случайно вот так вот просто где-то в турции познакомились при том что она сама из казахстана фантастика как это происходит как так жизнь людей сталкивает в одном месте в одно время удивительно ну что взамен того разбитого убитого чемодана которым с которыми лет пять просто перемещаюсь везде и всюду мы купили вот такую матрешку из трех чемоданов три чемодана в одном и вышло это все типа в 230 лари очень хороших прайс я ориентировался даже на больший вот теперь у нас новые хорошие чемоданы ну и в итоге приехали мы вот в торговый центр кемаль паша истанбул базар называется торговый центр в общем здесь даша нашла кучу одежды сейчас будет мерить надеюсь надеюсь что что-нибудь мы все-таки купил просто бесконечный день конечно конечно связь появится я зайду напишу приятно было познакомиться я тоже познакомилась давайте с ним потеряемся всего доброго до свидания спасибо легкие роды не больше ничего спасибо я вам рожала нормально спасибо спасибо вставайте вставайте фуу наконец-то мы добрались все мы на границе осталось немножко легка наверно скучает ждет нас так хочу такое опять толпа народу что происходит еще раз так стоять ну я не хочу ну все гамар жоба мы снова в грузии достаточно быстро прошли границу особо вообще ничего не задерживало даже на турецкой стороне все очень быстро прошло с грузинской стороны вообще никаких вопросов все нормально все хорошо нас тут где-то лёха должен ждать вот и едем домой очень устали очень длинный день да что-то конечно поездка в турцию вообще вытянуло все силы всю энергию вернулись домой меня просто отрубило на час вот через час еле проснулся но у нас сегодня нет возможности отдыхать вечером просто дома потому что сегодня день рождения вани он позвал нас в ресторан в перасмане где мы вчера сидели будем его поздравлять большой парень уже вырос вот мы купили вот в этом пакетике я думаю ему будет вкусно про меня рассказал? а... да как бывает ну кошмар в следующий раз проверяйте если паспорт получаете в другой стране за полгут огромный пробок да кошмар мы похожи в 1 парень 2 привет 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 ваня привет именинник гомаршоба большой красивый так привет белый дроскоп или я смотрю да короче мы с тобой его да мне тут все поздравляют а я с телефоном да шикарно мы вчера гурнули у ваньки на дне рождения в итоге после пиросмане мы поехали к нему домой пошли пешком вернее гуляли ночью и еще продолжили там праздновать сегодня с утра решили к нему пойти на шакшу купили колбасы некий вкусный и вперед но это еще не все там будет один сюрприз для него он вообще не ожидает мы все в этом завязаны как в батуми не приедешь за все время какие-то праздники мы так вчера гуляли что я думал что ванька сегодня будет конечно долго там приходить себя собираться мне смотрите бодрый счастливый красивый так что все хорошо вас впереди еще намечается завтрак вот поэтому я думаю что день вообще задаться привет все хорошо здорово привет что куда мы едем колитесь все увидишь что узнаешь решили ваня тут сюрприз устроить в тачку его посадили как короче как в песне коржа я посажу тебя в тачку силой и увезу тебя к пацанам только недавно мешок с головы снял мы ему разрешили душно душно очень я такой люблю тыщу лет уже на карты где ездил раньше каждый год не на 1 по 5 по 10 просто гоняли на трассу по этой опасный соперник гоняли на трассу по этой опасной теме это Нормально, Ванюк, как впечатление? Хорошо, вообще, отлично, прекрасно, просто укатался, летели, врезались, просто тормозов не было, огромное спасибо, пацаны, вообще неожиданно было, неожиданно и приятно, после такого можно домой спать уже сразу, план выполнен по физической подготовке, все хорошо, фу, что-то мы укатались вообще, конечно, так забавно, туда ехали, болтались, смеялись, назад просто, как будто мужики с шахты едут, просто вымотаны, такая тишина в машине, просто 15 минут, и нас умотало вообще, такой вот вид спорта. Ребят, я дождался письма, наконец-то, недели три я его жду, письмо от Google, я каждую неделю хожу на почту, узнаю, есть, нет, письмо от Google, я же теперь все-таки серьезный блогер, у меня есть монетизация, мне нужно вот там кое-какие там вещи подтвердить, я ждал вот письма от Google. Короче, все, наконец-то пришло, теперь я смогу получать все-таки доход за ведение своего канала, и большая просьба, мне очень важно, чтобы вы реально перешли вот под видео, нажали лайк и написали какой-нибудь комментарий. YouTube реально продвигает те видео, под которыми пишут комментарии, а мне это очень важно, потому что нам нужно больше просмотров, короче говоря, напишите комментарий, например, как вам это видео, договорились? Ну и конечно подписывайтесь, кто не подписан, ё-моё, как кури, да, как кури, дерево пускает, вот он киси, пиво, 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 ну все, дети прибежали, сразу сели за игру в черепашки-ниндзя, мы сейчас будем готовить долму, пока идет это прогрев аудитории, общаемся, все дела, ну сейчас начнем. Сейчас еще девчата придут, так вообще будет весело и хорошо. Все, у нас фарш есть, мы листья еле достали из банки, все готово, и теперь почти что, как на 1 января, вот лепят пельмени, мы сейчас будем так же крутить голму. Берем лист, лист берем туда, чик-фаршик немножко, и вот так вот с нескольких сторон, раз, два, и замотаем. Все, готово. В общем, готовили, ждали, 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 еще ждали, и что, готово. Берем листики, листики снимаем, вот эти вот сверху, и тут лежит, смотрите, царица просто. А? Оно? Песня. Сейчас будем пробовать. Погнали, накладываю, идем, наконец-то уже есть. Ну, а что вы думаете, смотрите, как они налетели просто, смотрите. Просто килограмм фарша улетел на всех вот мигом. Ванька сказал, что если, я, говорит, весь рот обжег, если бы я ждал, я бы ничего не досталось, потому что вот оно просто разлетелось вот в раз вообще. Саня, смотри, смотри, какой мне живот теперь. Саня. Саня, ты в порядке. Саня, до долмы его не было, понимаешь, что только сейчас появился. Да, в общем, это просто все разлетелось. Но зато все удалось. Что радует? Ну что, до долмы мы прикончили просто в миг. Она просто разлетелась. Было очень вкусно. Всем очень понравилось. И мы вчера отметили, что в таком количестве мы дома никогда не собирались здесь, в Батуми. Вчера было максимальное количество гостей. Ну, с трудом напоместились. Сегодня мы с Дашей бегаем по всяким делам. Даша вот по вот этим. Кстати, вон красота какая. Плюс мы к нотариусу сгоняли, там кое-какие документы надо было сделать. В общем, сейчас осталось буквально три дня нам в Батуми. И за эти дни надо успеть очень много организационных вопросов решить. Ну, конечно, это стрессовое время. Но мы стараемся не паниковать. У нас, в принципе, более-менее понятно, что, когда, куда. Так что план есть. Будем его придерживаться. Ну вот, ребята, что? Ситуация развивается. Мы тут думали, что делать дальше, где рожать. И приняли очень интересное, сложное, прям, ну, не то, что непростое, прям сложное решение. Мы едем в Аргентину. Да, ребят, сентиментальный такой момент для меня. Я выставил мотоцикл на продажу. И сегодня, вот сейчас поеду последний раз на нем прокачусь. Грустно. Ну, как? У меня полгода было. Это была моя мечта. Я ее осуществил. И... Ну, впереди более интересные события планируются. Так что, с одной стороны, немного жаль расставаться. С другой стороны, да будет еще лучше. Поехали прокатимся с ветерком. Поехали прокатимся с ветерком. Поехали прокатимся с ветерком. Поехали прокатимся с ветерком. это за то что люди ну такие прям это компанейские вот встретились на перекрестке с парнем прям прохватили немножко по улице прикольно я сейчас приехал к никите снять крепление для камеры ну и попрощаться все-таки он мне очень помог много общались с ним вот классный парень вот поэтому нет я думаю что еще увидимся просто к моменту когда мы увидимся уже мотоцикла не будет у меня все крепление для камеры снял 360 с мотоцикла на этом закончились по крайней мере грузии надо ехать домой собирать вещи прям это вообще караул это ужас просто вот но ничего мы поборем эту историю ну что братец мы с тобой знатно покатались много чего посмотрели много ветров поймали встречных хорошее было время ты конечно офигенный вот такой бодрый резвый это даже злой красавчик вообще это было классное время ты был моей мечтой я рад что все получилось надо прощаться домой пришел даша там устроила ревизию с вещами вот в общем заставила меня выбросить вот такой пакет вещей но я не буду выбрасывать его поставлю может быть кто-то что-то но примере так скажем вот потому что там еще в принципе если быть не очень притязательным там есть что носить если честно но так как у меня есть вещи лучше эти я почти не ношу то как бы нафиг они нужны вот так оставлю может будут полезны просто не знаю куда здесь отдать так бы отдал бы но еще у нас начался переезд назовем его так нам нужно сейчас все наши вещи расфасовать задача очень сложная нам нужно отсюда уехать с двумя чемоданами на человека то есть всего четыре чемодана остальные вещи по коробкам и клёхи на хранение и вот и выбор что брать с собой на достаточно продолжительное время так чтобы поместилось всего лишь в два чемодана мы решили запаковывать коробки и нумеровать их у себя в заметках писать что в них лежит под этим номером ну что ребят вот такую кучу вещей мы вчера собрали и загрузили лёшу машину я потом разогнуться не мог конечно тут просто раз два три 4 5 6 7 коробок 7 больших коробок ну все что нажито непосильным трудом так сказать реально все влезло не знаю как каким-то чудом просто иначе была бы проблема ну и все остальное по чемоданам надеюсь что влезет вот так вот но лёшу надо отпускать ему там с паспортом решать вопрос дело серьезное важное и довольно срочное в общем вот так вот надеюсь не будет спасибо теперь видеться через инстаграм ну есть еще видео звонки не забывай ну чё тебе открытие пивоварни скорейшего беспроблемного ваши ну и в личной жизни сам знаешь мой доберись до нас до прощаться конечно такое себе ну в общем у нас подготовка полным ходом мы чемоданы все собрали сейчас приводим себя в порядок иду стричься в свой барбершоп накануне поездки навести так сказать в красоту и в путь сейчас как держит я чувствую ну вот сделали из меня красавчика теперь еще на месяц хватит прям аж отовсюду повыдирали волосы вот так я тут оброс хорошо ребят ну и так как мы завтра уезжаем покидаем территорию привычной еды решил сегодня напоследок сходить поесть борща селедочку под шубой закрепить так сказать на долго вот ну как всегда конечно хорошо вкусно здорово а то как даже не знаю когда это будет следующий раз необычное чувство когда понимаешь что ну типа вот вот очень надолго уедешь у меня такого в жизни еще не было как-то повзрослели время идет наоборот штаны на лямках детский сад ну опять хорошее время золотой час гуляем по бульвару по набережной интересно ощущать что раньше я смотрел на людей и даже немножко жалко их было что они считают дни до конца отпуска я думал блин а я то здесь как классно что я здесь живу мне не надо считать дни я просто живу и наслаждаюсь а сейчас понимаю что это мой последний вечер в батуми даже грустно если честно ну считайте я тут год прожил обалдеть пойду наслаждаться морем и надо идти домой собирать вещи и и Субтитры создавал DimaTorzok